Каждый раз, когда мне приходится отдирать почти тонну советского, хорошего, толстого, паркетного лака от очередного участка рога, меня почему-то начинает преследовать чувство дежавю, как будто бы я это уже делал. Мм? И всем здрасте, всем привет, это Речик Вульф, и сегодня... Сегодня мы будем делать новую интересную рукоятку для ножа, продолжая ту же самую тему по сложной резьбе. Поэтому садитесь поудобнее, полет будет долгим, запарьте себе чашечку чая, погнали! Помучавшись какое-то небольшое время, примерно 3-4 часа, я разработал и выбрал наконец подходящий эскиз. Ну и собственно, отрисовал его уже на роге. Это, кстати, из тех моментов, когда вот ты сидишь, рисуешь, 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 и что-то как-то сложно к конкретному материалу подобрать, ну, что-то, чтобы на нем хорошо смотрелось. Ну, в общем, посидел, помучился, честно признаюсь, это пришлось прям вот посидеть, покопаться. Были разные варианты того, что будет исполнено и как это будет исполнено, но, в общем, получилось. Самое главное, что получилось найти то, что прям вот легло на данный участок. Ну и все. Сразу хочется дать совет тем, кто что-либо собирается делать для себя незнакомое. Старайтесь всегда, я буду это повторять часто, старайтесь всегда, чтобы у вас оставались какие-то элементы, которые вам хорошо знакомы, и одновременно вы их комбинируете с тем, что вы, допустим, или не делали, или не исполняли в данном конкретном случае. Например, у меня это будет асимметричный рукоять. Вот таких я еще не делал. Будет интересно, но, опять же, скорость, скорость моего, как сказать, моя продуктивность, она ниже, чем обычно. Почему правильно? Такого еще не делал, действую аккуратно, осторожничаю, не спешу, нервничаю, потому что, ну, на самом деле, так даже поприкольнее. Рассказывать есть что. Потому что в резьбе для новичков, я уже говорил, мне трудно комментировать. Мне кажется, что это все очень просто, и я вообще там не нужен, как говорится. Что вроде как это все я понимаю, это без меня. А здесь мне есть о чем рассказать. Наконец-то. Наконец-то. Самое главное здесь, особенно если вы не очень опытный, и вселись делать что-то сложное, то вам уже заранее не позавидуешься. В общем, мне нет, как это сказать. Процарапываем, опять же, шариком все контура, чтобы их потом не потерять. Потому что карандаш замечательно стирается, размазывается, пачкает руки, оставляет за собой грязь, но не разметку. Кстати, помимо того, что я делал эту разметку, и все это очень-очень интересно, хотел сказать, стало ли лучше качество картинки. Потому что я сейчас немножко по-другому начал записывать. И, кстати, даже новый штатив поставил. Наконец-то я взял нормальный штатив. Это прям очень-очень хорошо. Потому что тот, который был до этого, он был ужасный. Ну так вот, если качество картинки станет лучше, я буду очень сильно рад, потому что, ну, пришлось заморочиться, чтобы такое получилось. И надеюсь, что усилия попали не зря. Ну и этот ролик, конечно, выходит с опозданием. Да, я знаю, ну, понимаете, все, вчера я закончил очень поздно резать, очень поздно это закончилось. Я уже понял, что чисто физически не успею его не озвучить, не выложить. Так что, ну, придется отдуваться сегодня 130. Хотя, как видите, у меня голод еще заспанный, я проснулся, сразу сел писать. Даже еще не завтракал. Ну, чаю себе чашку налил. Надеюсь, вы тоже. Вот, хотя бы чаем насладимся. И моей приятной компанией. Ну как, скучали? Довольно долго пришлось порезать в одиночестве. Как видите, выбран огромный участок. Это было не то, чтобы сильно долго, скорее, нудно. Потому что такие большие участки я обычно стараюсь спиливать. Ну, так как здесь у нас это будут волосы. Волосы прекрасные, чудесные, локонные, вьющиеся или не вьющиеся, не знаю. В общем... Что-то сегодня я, видимо, я еще не проснулся, понимаете? Это будет, это будет очень сложно сделать. Я, пожалуй, все это так и оставлю. А все, что нужно было сказать, это то, что отпилить просто невозможно. Ни под каким углом. Я выбирал большой конусный фрезой этот участок. Это было достаточно быстро. Но нужно соблюдать большую осторожность. Я все еще угораю. Вот, нужно соблюдать очень большую осторожность. Потому что риск велик повредить ваше изделие. Наконец-то я это сказал. Предварительно результат получается вот примерно такой. Понятно, что это у нас только начало, но уже вырисован, так сказать, основной контур. Рукоятка удобная. Или ручка? Нет, рукоятка, это же нож. Вот. Рукоятка удобная, ухватистая, в руке лежит хорошо. Ну, продолжаем дальше. Из всех моих фрез этот обратный конус самый агрессивный. Работать им нужно очень аккуратно. Потому что вы можете вырвать такой участок, который ничем не замените. Будьте предельно внимательны. Его легко срывает, он легко может просто проскочить и процарапать не только вашу руку, но и еще кусок рога. Рука, допустим, может зажить, а вот этот кусочек точно не прирастет. Ну, это, конечно, шутка была. Руки нужно веречь. Без них вы не сможете работать, это точно. Конкретно здесь я его использую для того, чтобы выделить основные пряди. Чтобы мне потом было проще. Ну, и вот этот самый, как он, пробор. Вот. Его еще выделить. В остальном я буду использовать гораздо более тонкую фрезу и более деликатную, назовем ее так. Видимо, я из тех людей, которые сами себе ищут сложности. В общем, я решил добавить еще и вторую половинку черепа. Ну, и позже я пожалел об этом просто потому, что у меня нету хорошей такой мощной конусной фрезы, которая помогла бы мне сделать правильную геометрию черепа. Ну, вернее, как. Она у меня есть, просто я ее не люблю. Есть у вас какие-нибудь инструменты, кстати, напишите в комментариях, которые вы избегаете. Вы их избегаете, потому что они вот вам не нравятся, как они работают. В моем случае это именно прямой обычный конус. Вот он мне не нравится. Он как-то очень уж нестабильно скачет. Им всегда можно что-то повредить, поцарапать. Я по возможности его избегаю. Ну, здесь, как бы я ни старался, мне придется точно его использовать. Это уже предрешено или обречено. Но не важно. Самое главное, что сама идея-то по поводу того, что нужно делать вторую половинку, она была удачной. Потому что даже асимметричная рукоять должна быть как можно более детальной, что ли, с той стороны, даже с которой этих деталей не так много. Я еще отдельно буду сидеть, работать, думать, как украсить, как улучшить вторую половину. Потому что в ней как-то маловато деталей, если честно. И получится, что одна сторона очень прорезанная, такая очень-очень украшенная. На ней всякие элементы и детали, и всякие, ну, плюшки, которые я могу добавить из уже имеющегося в моей голове арсенала по украшательству. По декорированию. Во, выкрутился. А вот обратная сторона у меня пока вызывает вопросы. Есть пара идей, надеюсь, они удадутся. Так можно говорить? Или нельзя? Хороший вопрос. Предварительные идеи таковы. Во-первых, нужно полностью сделать прорезанный и выделенный разными интересными элементами и деталями плач. На плаче должны быть вкладки. И он должен быть красивым. Он должен быть с деталями, а не просто, вот как сейчас, какое-то полотно, по которому даже трудно понять, что это такое. Ну и еще я буду, скорее всего, это практически 100%, добавлять как минимум одну руку, которая из-под плачат торчит. Давайте подробно. Реберная решетка. Отрисовали ее карандашиком и сначала обратным конусом разделяем две плоскости, потому что она находится намного ниже, чем вот эта прядь волос. Идея также спонтанная. Я подумал, что будет неплохо выделить каким-нибудь интересным элементом и этот участок. Почему? Ну, потому что хочется, чтобы эта рукоять была абсолютно вся, на 100% украшена. То есть, чтобы у нее не было пустых участков. Настолько детальной работы я обычно не делаю. Но здесь почему-то, вы знаете, она меня зацепила. Я не могу даже объяснить, почему. Вот иногда такое бывает. У меня очень тяжело дался этот дизайн. Я перерисовывал его, я не знаю, сколько времени. Только за одну ночь, три или четыре часа. Перед этим я еще думал, что будет все иначе. Но забраковал идею. Это, кстати, слово о том, почему ролики выходят не так часто. Ребят, если идея есть, сделать ее легко. Но если ее нету, то я же не могу просто вот взять и, как это бывает, там, пустой материал наснимать. Это будет неинтересно. Ни мне, ни вам. Это, да знаете, даже как, может быть, когда я буду делать, это еще будет хоть как-то интересно. Но на озвучке я сяду на это, посмотрю и скажу. Братан, просто нажми кнопку «Делит» и удали все это нахер со своего компьютера. Потому что, ну, как говорится, не позорься. А здесь я мучился и идея, ну, удалась. То есть оно того стоило однозначно. Причем получилось все достаточно странно. Можно даже сказать, мистически. Потому что я уже отчаялся, мне уже реально надоело. Уже башка была свинцовая. Был третий, то ли четвертый час ночи. Я уже был уверен, что я не найду того, что мне надо. И тут внезапно я наткнулся на картиночку. И подумал, а что если реально сделать вот такую вот гуля со склоненной головой, которая идеально впишется вот в этот участок рога. Вы знаете, это тот случай. Вот точно тот случай. Вот такая получилась у нас красота. Так, если вы знаете, еще есть такая как шутка. Три стадии, в которых всегда находятся художники. То есть стадия поиска, он ищет что-то. И причем не важно, эта стадия может длиться у некоторых и годами. Некоторые при этом еще уходят во всякие там запои. Но это не мой случай. Я могу только в чайные запои уйти. Стадия поиска, стадия творения, когда он работает. И стадия, когда он с собой недоволен. И так типа проходит их вся жизнь. Ну, не такая уж и плохая на самом деле. Например, мне нравится к некоторым всем старым работам, вы знаете, возвращаться. Если действительно ты вот потратил время правильно, если ты действительно постарался, даже дефекты, которые ты позже увидишь, они не будут тебя язвите, раздражать, потому что в целом работа остается хорошей. Сильная работа. А если ты не постарался, если ты, ну, как говорится, схалтурил, по-моему, я начал слишком часто употреблять это слово паразит, как говорится. Нужно быть с этим повнимательнее. Если схалтурил, то это тебя раздражает и в начале, и в конце. Поэтому всегда старайтесь. Если вам дизайн не нравится, если вам не нравится изначально ваша идея, ну, так может не стоит ее делать, может быть она действительно плохая или неудачная. Некоторые идеи должны полежать, они действительно должны как-то перевариться мозгом, вы должны точно понимать, как ее исполнить. Ну, это все лирика. Берем самый маленький шарик и начинаем переходить к самому приятному. Правильно, мы начинаем делать маленькие детали. Напоминаю всем, кто это делает, не забудьте, что перед этим ваша форма должна быть вырезана уже базовая. Абсолютно вся. Потому что вот эти усилия, которые вы сейчас будете видеть, очень легко убираются и выбираются любой фрезой, которая чуть крупнее. Поэтому будьте внимательны, чтобы не проделывать одну и ту же работу по 10 раз. Я из тех людей, что, ну, страдает от такого недуга, в общем-то. Я периодически перерезаю по 10 раз одно и то же, потому что мне не нравится, как тут что-то получилось, здесь что-то не совсем хорошо. И я начинаю это переделывать. Да, это болезнь, и это, похоже, уже не лечится. То ли перфекционизм заостряется, то ли что-то типа того. Ну, в общем, заостряется. Я сказал заостряется, а не обостряется. Ну и первая половина работы готова. В принципе, я считаю, что мы успели достаточно много. Достаточно для того, чтобы в следующий раз было работы примерно столько же. Пользователям Яндекс.Дзена я напоминаю, что вы всегда можете перейти по ссылке в описании и посмотреть одно дополнительное видео на Ютубе. В общем, если вам понравилось это видео, если оно показалось вам полезным или хотя бы просто смешным, не забывайте ставить большие пальцы вверх, а также подписываться на канал. С вами был Резчик Вульф. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok